Давай. Ребята, привет, с вами Хэлл Магуайр. Со мной сегодня Леонид. Леонид, привет. Как всегда, рад тебя видеть. Сегодня мы пообщаемся по поводу амортизаторов. У нас сегодня на тестах амортизатора Юит Тайп-4. Сегодня мы по ним поговорим, обсудим, захейтим или похвалим. Не знаю, поэтому все, что будет, будет буквально, все как есть. Леонид, бери амортизатор. Ты как спортсмен, как призер многократных чемпионатов России отборочных этапов. Давай свое мнение, чем тебе нравится или не нравится данный амортизатор. Ну, я всегда в основном ездил, конечно, на стоковых подвески. Первый раз что-то ставлю тюнинговое. Трубные, двухтрубные амортизаторы. У меня с выносным бачком тоже амортизаторы были и сейчас есть. Сейчас у нас представлены здесь тоже с выносным бачком, с системой. Как производитель заявляет, он весь алюминиевый, там только металлический шток у него. Здесь тресно, у них регулировки. Это преднатяг пружины. Для чего он нужен, тогда уже рассказывай. Преднатяг пружины, просто, я так понимаю, амортизаторы ставятся на разную технику. И люди ездят по-разному. С подругой, с кофром, с загруженным кофром, с пустым кофром, с лязгующим кофром, с брямкающим. У кого-то кофра нет, а у кого-то просто спортсмен, да, им нужно доехать и быстро. И вес техники получается разный. И это мы выставляем как раз этой гайкой, шайбой, как ее правильно назвать. Натягиваем эту пружину, выставляем то необходимое сжатие первоначальное, которое нам нужно. То есть, своего рода регулировка клиренса получается. Да, регулировка клиренса с жесткостью пружины. Чем мы ее больше сжимаем, тем она жестче становится. Верхняя крутилка, так назовем ее регулировка, да, которая имеет там 24 щелчка, она у нас отвечает за то, как быстро у нас колесо, грубо говоря, на пробой. Как многие говорят, у меня пробивает подвеска, у меня не пробивает подвеска. Как раз вот этим регулятором она и это убирается. Как быстро колесо уходит вверх. Это называется на быстрое сжатие. И вторая регулировка внизу, крутилка, это на быстрый отбой. Это как колесо... Быстро она обратно. Как быстро. То есть, либо отстрелит, да, либо она будет спускаться. Все, вся регулировка, грубо говоря, если мы понимаем, что у нас колесо стоит горизонтально, мы едем, мы попадаем в яму, и как быстро оно у нас уйдет вниз, это отвечает нижняя регулировка. И если мы наезжаем на бугор, как быстро оно у нас уйдет вверх. Естественно, если у нас зажато, мы заезжаем на кочку, и она медленно сжимается, то, естественно, вся эта энергия от кочки летит нам под жопником, так называемый, можно там полететь и через руль, и в бок вас лихо тряханет, и так далее. Вот это все. Тут как бы очень просто все. Вообще элементарно. Но и каждый настраивает их под себя. То есть, проще говоря, для того, чтобы комфортно ехать, то есть у вас камни, то есть там вот такие вулды, все остальное, максимально расслабляйте подвеску, чтобы у вас был мягенько ходил, то есть она будет все это проглатывать. Соответственно, если у вас скоростной участок, вам лучше подзатянуть, чтобы там на те же какие-то ямки вы пролетали, как бы спокойно не чувствуя это все. Важный момент, по заявлению производителя, данные амортизаторы заказываются специальным оборудованием, создается вакуум, то есть они наполняются стопроцентно синтетическим маслом, одним из ведущих производителей, ну и сейчас не будем его называть. Вот. Происходит несколько циклов, для того, чтобы не было, вообще никакого воздуха не осталось. То есть все внутри, прям только одно масло в вакууме. Это продлевает срок службы амортизатора, он более мягкий, он не нагревается, как остальные амортизаторы. Вот, в принципе, наверное... А ты знал, да, что для амортизатора воздух в системе масла, это вообще самый злой враг? Честно говоря, нет. Вот, потому что нагреваются они все, в принципе, при работе, но воздух сильно расширяется. А при сжатии получается. Он сильно нагревается и расширяется, и изменяет вообще все технические характеристики амортизатора. И там становится, как вот, когда масло попадает, вода в масло попадает, становится эмульсия. И когда воздух с маслом, ну, примерно, говорят, тоже становится эмульсией. Он там разбивается в пузырьки и становится вообще такая масса неконсистентная, так сказать. Ну, я тоже не очень технически могу это сказать. Получается, плотность масла теряется. Да, да, да. И совсем по-другому работает. Эффект отбоя будет работать по-другому. Да, ребят, что самое интересное. Здесь, помимо масла, здесь закачан азот. То есть, вот этот эффект, то есть, он демпфирование, да, то есть, он идет за счет некого такого, как скажут так, специального предохранителя, который азот. То есть, работает отбой, вот, то есть, получается масло, и вот этот отбой еще азота. Вот он благодаря этому регулируется, поэтому достаточно технологичный амортизатор сейчас на рынке появился. Вот, Леня у нас будет тестировать. Поедет у нас уже, наверное, завтра в соревнование Ураган Трофи. Посмотрим, как покажут себя амортизаторы. Очень интересно, потому что Леня катает, на самом деле, очень жестко. Вот, есть у меня куча роликов, отдельные выкладывал, переворачивает технику последнего. Я не святой, я могу и завалить, и перевернуться. Это все может быть. Это конфигурация амортизаторов, вот, с бачками, с азотом, вообще не новая техника. И Юйд, это не придумал самолет или колесо, это не новое изобретение. То есть, это эффективное решение. Это эффективное решение, просто вопрос сейчас на рынке у нас стоит в том, конкурентности. Если мы берем какую-то топ... Соотношение цены и качества, горе, правильно. Да, да, да. Ну, грубо говоря, если мы берем такой уже форм-фактор амортизаторы брендов именитых, они стоят, как чугунный мост через Волгу. 300 тысяч, да. А если там какие-нибудь триггера, то они вообще стоят, там, 700, там, 800 тысяч могут стоить, там, какие-то совсем крутые. Ну, вот. Мы же стараемся получить эффект за вменяемые деньги. И сейчас вот эти амортизаторы стоят вменяемых денег. И заявляет производитель, что они работают эффективно. Но я уже слышал про отзывы, кто ездит, и спортсмены тоже на таких амортизаторах. И довольны люди. Довольны. Я попробую, я попробую и честно скажу, что мне нравится, что не нравится. Потому что сейчас я смотрю на картинку пока. Я не вижу, я не знаю, как это работает. Картинка красивая. Картинка красивая, покраска хорошая. Краска лежит ровно. Красненько. Чувствуется вес, чувствуется основательность, подход. То есть, как внимательно, внимание деталям прям вот четко подработано. То есть, как работает система. То есть, вот регулировка. Щелчки щелкают, да. Прям 24 раза туда. Вот. Поэтому очень интересно, как они будут именно в боевых условиях. Сколько они проживут. Вот. Поэтому, Лень, это твои амортизаторы. Устанавливаем. Смотрим. Тестируем. Даем обратную связь. Ребята, пишите в комментариях, что вас еще интересует с точки зрения обслуживания, эксплуатации или Лене лично пишите, да. То есть, по поводу амортизаторов. Ну, если вам интересно узнать, к чему приведет тесты реальных боевых и, как бы, без купюр, как бы, пожалуй, подписывайтесь, смотрите. Поэтому, ребят, пишите в комментариях, что бы вы хотели бы увидеть, что бы оттестить, рассказать, взять каких-то спортсменов, да, в части эксплуатации квадриков. Что-то может быть еще интересного, либо какую-то новую технику, к примеру, да. Вот. Поэтому. Есть канал, да, есть канал у тебя, мото-новость, где часто выходит какая-то информация полезная. Да, телеграм-канал АТВ, мото-новости, в котором, в принципе, мы будем рассказывать, как Леня эксплуатирует данные амортизаторы, в том числе, привода Max Power. В том числе. Живут уже, как бы, четвертая гонка, получается. Ну, да, да. Вот, сейчас пятая гонка. Вот, поэтому задавайте вопросы. Если у вас какие-то, вы только пришли в тему, есть у нас отдельная рубрика, квадрозбука называется. Если вы все-таки хотели потянуть свой навык в рамках спорта, это к Лене. В личку пишите. В личку, либо администратору канала мы дадим контакт, и Леня скажет, когда у него будет время, будут какие-то инвайты с точки зрения организации именно этих выездов. Они очень полезные, кстати. Надо сказать, как вам как-то приехать, вообще показать, как проходит обучение в целом. УТС, да, у нас проходит жестко. Мы проводим их и в Москве, и на выезде. Индивидуальные тренировки я, конечно, провожу в Воронеже, а учебно-тренировочные сборы. Нам проще самим приехать в регион. Мы можем приехать и в регион, и провести его там, чтобы людей не тащить с техникой к нам. Поэтому, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы по допам, по квадрикам, по все остальному. Поэтому мы будем приглашать экспертов, которые будут рассказывать, делиться своим опытом по эксплуатации, по технике, по новинкам. Всем пока! Пока-пока!